Данная получаемая система загружается в движок для визуализации, взятый от компьютерных игр. Добро пожаловать на презентацию новых предложений от компании IGI. Это об этом IGI-ньюсе в весне 2022 года. И я говорю о стритмэппе, 5-й генерации и аэрборн-системах. И в системах воздушной съемки. Трипмэппер это наиболее точная мобильная система катографирования. Она содержит в себе компоненты, включающие сканер от Ригля. Панорамную камеру. А также дополнительные камеры повышены разрешающие способности на 12, 20 и 31 мегапиксель. Точность системы обеспечивается с использованием национальной инвекционной системы Тераконтрол. Измерение производится с частотой до 600 Гц и поддерживается системой с двух антенн. И, конечно, система использует датчик одометра. Здесь вы видите ее компоненты, два сканера Ригель и наверху панорамная камера. На слайде продемонстрирован экран оператора во время выполнения миссии. С одного экрана выполняется управление всеми сенсорами системы. И это включает в себя карту-подложку. Красно показаны улицы, которые подлежат съемке. И желтым цветом показываются уже отснятые территории или территории в процессе съемки. Таким образом достигается хорошая осведомленность о том, как идет выполнение съемочного процесса. Далее в офисе вы можете перейти к работе в режиме онлайн. Это позволяет визуализировать данные в РГБ режиме, данные лазерного сканирования, а также плановую информацию, например, из Google Earth. Это пример. Система установлена на носителя у одного из пользователей из Швейцарии. Система является гибкой и может быть использована на железнодорожном транспорте. Обратите внимание на плотное облако точек в районе проводов. Также у нас есть носители для системы, которые могут быть размещены на рельсах, являясь автомобилями. Дополнение к этому может быть использована также тепловизионная камера для выполнения температурных измерений. Это основная информация о пятом поколении системы StreetMapper. Вторая часть презентации посвящена системе UrbanMapper и Penta Digicam, системе наклонных камер. Это классическая пентакамерная камера, которая имеет 150 мегапиксель для вертикал и обликал. Первая часть – это классическая пентакамерная система, использующая пять 150-мегапиксельных сенсоров, включая надирные и наклонные. Многие ленды можно выбрать. Есть выбор и линз для надирной камеры 73 варианта. И теперь это конференция, я хочу представить новое продукт. Это это – Penta Digicam 280. Новая система Penta Digicam 280. И 280 представляет 280 мегапиксель для вертикал. Она отличается тем, что надирная камера имеет разрешение 280 мегапикселов. Результативно в 20 000 пикселах по полосу. Позволяя выполнять съемку полосой шириной более 20 000 пикселов. Плюс, ближний инфракрасный канал. Конечно же, к ней добавляется ближний инфракрасный канал. И системы, как это, будут продавлены прямо после этой конференции. Первый выпуск системы ожидается весной 2022 года. Это как она выглядит снизу. Есть две большие ленды для вертикал. Два более крупных объектива предназначены для надирной камеры. Маленький объектив для ближнего инфракрасного канала. И четыре наклонные камеры. Здесь вы видите эволюцию системы от первого Urban Mapper до Urban Mapper 2 с повышенной производительностью. Urban Mapper means to be efficient in the air. To really fly only one time and simultaneously collect large format and oblique images. Системы предназначены для того, чтобы в ходе родного полета выполнять сбор как наклонных, так и вертикальных данных высокого разрешения. Таким образом, вы избегаете использования двух камер на одном носителе, либо необходимости выполнять два полета, дважды дожидаясь одних и тех же хороших погодных условий. Система Urban Mapper 2 Performance позволяет получить до 34,5 тысяч пикселов поперек оси полета. These are the computers and four storage units. На данном слайде показаны управляющие компьютеры и система хранения данных. Installed into stabilized mount. Все это установлено в Gear platform. And another unveiling because there's a new setup. И также мы представляем вам новую систему. And this is with 180-мм lens for nadir and or oblique. На этот раз она оснащается дополнительно 180-мм объективами, как для наклонной, так и вертикальной съемки. And it will be delivered to customer in late spring. Первый пользователь получит систему весной 2022 года. So there's unique possibility for customers to choose between various lenses. Также имеются три варианта для nadir и четыре для наклонной камеры. Variant объектива. And for example, 150-мм lens delivers 5-centimeter at about 2,000 meters above the ground. Пример детальности. С высоты почти 2000 метров, 150-мм объектив позволяет получить разрешение в nadir 5 см и наклонных снимков 7 см. And 7-centimeter for oblique. Okay, some key advantages of RomeMapper. We are doing in-house laboratory precision lens focusing. Судим ряд преимуществ данной системы. Первое, то что в лабораторных условиях делается высокоточная фокусировка каждого объектива в плоскость матрицы. The system comes with redundant image storage with RAID. And in addition, we have a very easy to use user interface. У нас крайне интуитивно понятный пользовательский интерфейс. For a perfect histogram. Особое внимание уделено управоработе с гистограммой. In order to avoid overexposure or underexposure. Для предотвращения как переэкспозиции так и недоэкспозиции кадров. Now this is the camera lineup when it comes to oblique sensors. Так выглядит линейка камер, когда мы используем наклонные камеры для съемки. Classic, Extended and Full UrbMapper. Слева направо классическая, расширенная и полнофункциональная версии. I want to show a success story of Sigma Metrics. They operated UrbanMapper 1, UrbanMapper 2 and current LightMapper 7800. I want to focus on the success story of Sigma Metrics. They use UrbanMapper 1 and UrbanMapper 2. They are also equipped with laser scanning scanning 7800. So there is aircraft Tecnam. This is a aircraft Tecnam camera. Installed. It fits easily into a stabilized platform and a sensor hatch. It is easily installed into a loop on the platform. And of course it also fits into the Antonov. Which is a lot roomy inside. And then there are of course results from Russian Federation with UrbanMapper. I want to show you a very special result. This is a London city center. And this is in cooperation with company Tecucci. Tecucci is a real estate company. They are building new houses and high-rise buildings with luxury apartments. Tecucci is a real estate company. They are building new houses and high-rise buildings with luxury apartments. And they take all the data at high resolution and put it into a game engine. Computer game engine. And therefore we have here artificial sun at very low level. And why is it? Because end customer of luxury apartment in Dubai, New York or Moscow, they want to know if balcony will receive sun in the evening, yes or no. And this is one very interesting example of what end customer can do and what applications are about. And resolution is 5 cm of this data set. In this case, the resolution is 5 cm. But now coming to really high resolution, 1.5, usually only achieved by UAV. But it's possible with the IGI Urban Mapper and we can zoom into this area. But it's possible with the IGI Urban Mapper and we can zoom into this area. And you can see every detail the parking position of jet aircraft. You can see all buttons for states. And the same thing for the oblique of course. The same for the ob Woods of course. The same for the oblique of course. The same for the 2.5 см, справа 7.5 см, картинка не нуждается в комментариях. Хорошо всегда иметь больше разрешения, чем меньше. Очень важный пример, я хочу показать. Это Тауэр Лондон. На данном кадре изображен лондонский Тауэр. Это текстурирован Мэш Тауэрбридж. Это модель, терпиарно текстурированный Мэш, то есть тренгуляционная модель. Мэш. И теперь мы сделали сравнение между фотогаметрией и результатами. Далее мы проведем сравнение между чисто фотограмметрическим результатом моделирования и используемой фотограмметрией совместно с данными лидаром. Да, чтобы добавить лидар. И чтобы посмотреть, есть ли улучшения в строительстве строительства. Посмотрим, есть ли какие-то улучшения в передаче формы мелких элементов и архитектурных форм. И последствия в том, что лазер может впечатляться на вегетацию. Да. Большим плюсом является возможность лазера пробить растительность. Но на гладких крупных поверхностях принципиального улучшения по данным лазерным сканированиям сравнение с фотограмметрией не будет. Поэтому добавить лазерный сканер не очень большая преимущество для строительства строительства строительства. Можно заключить, что для строительства строительства зданий лазерное сканирование добавляет не слишком много. Я хочу показать вам также несколько еще очень красивых примеров с детальностью снимков около двух сантиметров. Данный пример – это моделирование Франкфурта в 3D. Здесь показаны примеры обычных типовых наборов данных, которые могут быть получены с помощью сенсоров IGI. И, конечно, мы готовы поделиться с вами этими наборами данных. Это Штутгарт. Это Штутгарт. Университет. Издание университета. Кастель. Замок. И Бонд – это город рядом с Кольном. Это Бонд. Недалеко от Кольна. Таким образом, в настоящий момент, IGI предлагает как среднеформатные решения, так и крупноформатные, так и решения, сочетающие наклонную и вертикальную съемку. Это старый, в 2009. Вернемся немножечко в прошлый, 2009 год. И покажем еще один продукт. Это красная коробка, потому что используемый лазер относится к четвертому классу опасности. И безопасен для глаз. Таким образом, мы возьмем лазерный сканер от RIGEL. Если мы уберем внешний кожух, то мы увидим лазерный сканер от RIGEL. Аэроконтрол, GPS IMU. Инерциальную систему Аэроконтрол. И два DIGICAM, based on Phase 1. Две камеры DIGICAM, использующие сенсоры от Phase 1. Два сенсора используются для получения RGB кадров и один для ближнего инфракрасного канала. И мы еще не закончили, потому что есть больше новостей. И нам есть еще кое-что показать вам. Еще одна красная коробка, давайте посмотрим, что у него внутри. Мы имеем большой лазерный сканер, плюс две камеры. Не инфра-ред и RGB. Там также находится лазерный сканер от RIGEL. Инерциальная система и две камеры. Инфра-красная и RGB. А также рядом установлена гипер-спектральная камера. И все это связано к только один IMU. И это впитывается в один сенсор, конечно. Все сенсоры, естественно, состыкованы с данными инерциальной системы. По времени и по срабатыванию затвора. И используют один и тот же люк. Я хочу показать Диамонт-экраску с IGA-сенсорами в фронте или в кабине. Обратите внимание, на данном слайде изображен самолет от Диамонт. У которого есть вариант установки как спереди, под носовым втекателем, так и по центру, под брюхом самолета. Мы также делаем большие лазерные сканеры с стабилизированным мундом. Мы также производим достаточно большие сканеры, которые используют гир-платформы. Сингл-хед камеры Одиночные камеры Твин-хед камеры Парные камеры Которые мы продаем по неплохой цене. Которые мы продаем по неплохой цене. Есть побольше, есть поменьше от 22 до 34 тысяч пикселов поперек строки, как уже говорилось ранее. А вот еще одно изделие, которое называется DIGICAM 50K. Это означает, что она дает в строке 50 тысяч пикселов поперек оси полета. Это также используется на ближайший инфракрасный канал. И, конечно, в нее также добавлен ближний инфракрасный канал. И клиенты могут выбрать между двух ленцами 150 или 180 мм. Пользователь устанавливает по выбору 150 или 180 мм объективы. Таким образом, на текущий 22 год линейка продуктов SGI предлагает большое количество решений для эффективного выполнения работ по съемке, которые могут быть кастомизированы для полностью удовлетворения ваших специфических нужд. Продолжение следует...